Михал Сефари были элитными подразделениями императорской гвардии Эфиопии в XIX и XX веках. Изначально Михал Сефари служили личными телохранителями императора, а в дальнейшем стали грозными подразделениями эфиопских вооруженных сил. Михал Сефари включили в себя отборные, пехотные, кавалерийские и стрелковые части, проходили суровую военную подготовку и получали самое современное обмундирование и снаряжение. Здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы продолжаем свое путешествие на просторах Civilization V, Gods and Kings. Я загрузился и окинул взглядом этот мир. И понял, что наш континент немного больше, чем... Ну, в принципе, сами посмотрите, как он выглядит. Тоже два континента, в принципе, как и на нашей Матушке-Земле. По площади, по-моему, все-таки наш больше континент, чем этот. Ну, так ничего, так красиво мне нравится. Так, ну что ж, продолжим. Как говорится, вернемся к нашим баранам. К майянским. Да, у нас с ними война. С Покалем. Ой, я к нему обратился. Конец близок, говорит. О чем вы хотите? Поговорит. Да я обратился к тебе, чтобы тебя послать. Пошел ты. Так. Мы захватили Сиань, насколько я помню. Я тоже давно не играл уже. Забыл, что-то как вообще. И, в принципе, можно как бы чеченицу у него отхватить и текаль, чтобы он так сильно-то не развивался. Или сразу пойти на столицу, по ленке. Ну, ладно, давайте чеченицу, наверное. 46, 93, 16, 13. Ну да, столица, конечно, защищена нехило так. Да, у нас на подходе, кстати, биология. Мы откроем нефть. Еще я хотел посмотреть, изучил ли я... Изучил ли я химию? Нет, не химию. Что мне дает артиллерийскую батарею? А, динамит мне надо изучить. Ну ладно. Следующий, наверное, будет динамит. Потому что артиллерийская батарея очень даже неплохая. И ее можно стрелять через две клетки. То есть, стоя на третьей клетке, обстреливать город. Ну ладно, непосредственно перейдем к игре. Следующий ход. Так, наши ребятки лечатся. Да, вот здесь, видимо, я... О, смотри-ка, он предлагает мирный договор. И хочет отдать мне чечен-итцу без боя. Ну ты позорник вообще. Ты, блин, столько выпадов в мою сторону сказал. Ну... Алюминий у него есть. Давай еще и алюминий. Не хочешь мне алюминий давать. Ну ладно, в принципе, чечен-итцу мы можем взять. Давайте. Согласимся на это. Вы согласны? Да это мы согласны. Так, в принципе, в принципе, у нас удовольствие населения полно. Так, Гарун Ильрашид нам обращается. Ваших маленьких друзей из Бухареста было так легко запугать. Они выполнили все наши требования, и я думаю, вы не сможете им помочь. Ты что, охренел, что ли, Даня у них забрал, что ли, Бухареста? Вы заплатите за это? Посмотрим, кричит. Ладно, мы разбираемся с чечен-итцей. То есть, удовольство граждан нас навалом. Мы сможем аннексировать город. И золотой век наступил, как замечательно просто. Так, ну дайте мне, наконец-то, аннексировать город-то. В результате аннексии города, недовольство, держа величество на 17. Ну, мы это стерпим. То есть, у нас еще будет 22 очка. Лично чеченица наша, без всякой войны. То есть, вот, блин, я сколько играю в цивилизацию, да, ну, такой удачей редко попадается, когда они отдают города. Обычно они пытаются откупиться, там, деньгами, ресурсами. В общем, всякими правдами и неправдами. Так, а тем не менее, Гаруна Аль Рашид взял дань с Бухареста, что ли, я не пойму. Это твоя ошибка, Гаруна Аль Рашид. Опять перебрасываем войска на север, я думаю, Гаруна Аль Рашиду покажем, что так не надо было делать. Потому что за каждое преступление должно быть наказание. Ну, ладно, сейчас так. Это у нас кто? Фрегат. Повышение. Бомбардировка. Плюс 33% боевой мощи против сухопутных юнитов. Хорошо, наведение. Плюс 15% боевой мощи против флота. Так, ну, давайте против сухопутных возьмем. Будем обстреливать этот лагерь. А, да, я вспомнил. То есть здесь был отряд лучников, и наш фрегат полностью уничтожил. Так же, как и, в принципе, вот этих воинов-варваров. Там, кстати, на это острово плывет еще войска. Городу Медина требуется жемчуг. Жемчуг, жемчуг. По-моему, был у Елизаветы. Ой, какой Елизаветы? Да, у Елизаветы. Ну, она что-то за него слишком жирно там хотела, что-то. Да, это я, кровожадный маньяк, а вы же. Жемчуг, что хочешь? Ты смотри, ничего не хочешь, а? Я тебе денег дам? Скажем, 500, у тебя вообще ноль. Не хочет? Конечно не. Ну, прощай, нищебродка. А, да, кстати, у Аравии на севере, в северном городе, вот это, на Джеран, были крабы. Они, может быть, нам навестить. Здесь еще кратер Барренджера, что очень неплохо. И олени. Так, ну, здесь не черта нет. Так, кратер Барренджера дает нам золото и науку. Тут у нас рыбка просто. Я думаю, может, в качестве акта возмездия отхватить у него на Джеран. Так, это золотой век. Женева ждет перемен, ученые-то Держава полагают, что Лувр это панацея от всех бед. Понятно, а мы вроде строим же Лувр или нет? Нет, мы строим Барандербургские ворота через три хода. Ну, там посмотрим, может, и Лувр построим. Вивлияние на варе тут снизилось. Ладно. Кэбэк ждет перемен, ученые-то Держава тоже хотят Лувр. Держава Покаль заключает мир с нашими городами-государствами. Я заключаю мир с Державой Покаль. Так, город Чечен-Итса стал нашим строить суд. Давайте посмотрим, что здесь есть. Есть медь. Много меди, две меди. Есть уголь. Самое главное у нас есть уголь. У нас теперь 8 угля. Это круто, по-моему. Есть. А, алмазы у нас в Белгороду прям не ближат. Ладно. Что тут еще есть? Ну, в принципе, больше ни черта я нету. Пшеница. Пшеница вроде наша, да, была? Города Гуанчжоу. Ну, в принципе, нам этого хватит. То есть, две меди и уголь. Более чем достаточно. Выбираем проект в городе Нанкин. В нашем самом южном городе. Так, у них есть серебро, поэтому можно построить монетный двор. По пище у них, конечно, все плохо. Но с пищей нам может помочь только больница. В принципе, как до нее дорастем. А так, в принципе, ничего больше. Так что, монетный двор. Выбираем проект в городе Дамаске. Город Дамаск тоже рядом с золотом находится. Поэтому тоже, наверное, будем строить монетный двор. Золотичко нам не помешает никогда. Так. Уместно ли сейчас отводить войска от Майя? Да, в принципе, да. У нас города защищены. Вот, единственное, в Чечен-Ицу надо переправить отряд вот этих пулеметчиков. А здесь купим. Благо бабла у нас. Пулемет Гатлинга, да. Сразу повысим его на равнение пусть. Так, стрелки, давайте-ка на север. Что это он берет дань-то с нашего... Давайте прямо сюда. С нашего союзного города-государства. Пушки. Тоже давайте. Ну, вот так, я думаю, мы и будем баражировать между двумя этими государствами. То есть, от майянцев мы взяли, что хотели. Это медь да уголь. Давай сюда куда-нибудь. Так, наши каравеллы. Чем ты тут занимаешься? Где-то ты такие греческие миссионеры. Ты, в принципе, по-моему, ничем и не занимаешься, да? А, да, я направлял, то есть, на границе с Майей. Пусть тогда здесь и тусует. Рабочие около города Белгорода или Суза это? Это Белгород. Ну, стройте торговый пост. Эти рабочие рядом с городом Гордий. В принципе, все клетки уже они... Обработали. Городи, Гордий. Так, город Персиполис. Вот эта клеточка прямо рядом. Давайте тут что-нибудь построим. Рекомендую создать торговый пост, но пусть будет торговый пост. Так, вы здесь какими судьбами? Ну, пожалуй, мы вас здесь и оставим. Кавалеристы. А вот эти кавалеристы... Тоже давайте отступим сюда, к границам с Майя на всякий случай. Чтоб не было никаких выпадов. Здесь рядом с городом Сианем поставим. И вы тоже, кстати, давайте здесь еще один отряд кавалеристов. Ну, тоже где-нибудь. Так, здесь я поставил вроде. А, здесь-здесь. Ну, вот здесь вот. Прикольно такое озерцо. Посреди суши. Так, кто стрелки? На север. Я, правда, не помню, кончился ли мирный договор у нас с Гаруна-Ль-Рашидом. Потому что, если он еще в силе... Интересно, здесь можно как-нибудь посмотреть? Где-то, блин, может, здесь. Список людей, список ресурсов, список городов, список юнитов, список исследований. Нет. Где-то можно было посмотреть, но я не помню. Дипломатия. Ну, вроде, не помню я, где, в общем. Разберемся. Следующий ход, тем не менее. Греция сделала официальное заявление. А, да, Алмата нам передала юнит. Ой, замолчи, все, все, замолчи. Так, хочешь трюфели, да? 136 золота. Ну, на. Трюфели вроде у нас есть. А, не хочешь уже? А, это, видимо, был договор. А, чё хочешь? Трюфели, железо, золото, 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 хочешь посольство, да? Не, знаешь, отдыхай, заико, блин. Вон, действительно, я беседа со своим этим манерой речи, то есть, ну, или язык у них такой, как будто, блин, по сотовому телефону разговоришь, который квакает, век, 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 век. Так, можно сделать покупки за очки веры. Это отлично. Вот у нас Чечен Ица как раз имеет 9 последователей буддизма. По-моему, еще какой-то город у нас был... А, да, на севере у нас был город Дамаск мусульманский. Так, ну ладно, займемся пока на юге. Город Гуанчжоу. Купим. Миссионера. Так, миссионер, инквизитор. Великий Пророк 600, блин, или Великого Пророка. Давайте докупим до Великого Пророка, я думаю, будет круто. Лучше потерпим немножко. Так, истек срок договора, по которым Октавиан Август получал от нашел. Истек срок договора, по которым Октавиан Август предоставлял нанцитрусовые. Ну-ка... Где он там? Вот он. Продлим мы с ним договор. У нас отношения вообще-то немного испортились. Так, что хочешь за цитрусовые? Ого. Ого-го. Ого-го-го. Ого-го. Я могу тебе дать шелк, и могу дать трюфели. Это максимум, что я могу. Нет. Ну, на нет, и сюда нет. Ну, давай золото за ход дам тебе. Туда штук 50. Не, не, 50 много. 10. 20. 30. 30. Нет, да я не дам ничего тебе. Лучше пусть у меня настроение немного уходит. Ой, пардон. Так, Лавента завершила свой проект, теперь подарки золотом увеличивают влияние, как обычно. Майя во всеуслышание объявляет, что будет защищать Рагузу. Рагузу я защищаю вообще. Греция тоже будет защищать Рагузу. Странно. Рагуза мой союзник. Какого лешего вы ее защищать лезете? Так, в городе Медина построили святилище. Отлично, отлично. Так, мы сейчас будем с ними воевать, поэтому построите стены. Выбираем проект в городе Сузы. Они построили обсерваторию, увеличив тем самым науку на 50%. Что мы строим теперь? Что там у нас из юнитов что-нибудь новое появилось? Ладно, стрелки кавалюсты, рабочие поселенцы. Ничего. Лувр. Лувр подождет. Я думаю, в столице мы его построим. Здесь что мы построим? Чето, чето, чето. Это у нас такой город, да, научный, смотрите-ка. Войнаакадемия, Арсенал, фабрика, школа. Давайте фабрик построим, увеличим производство тем самым на 10%. Выбираем проект в городе Экботана. Они построили мастерскую, увеличив производство. Так, чего будет построить тебе? Гавань, конюшня. Гавань. Дает плюс один к производству на клетках, на морских клетках. У нас тут одна только. Ну ладно, пусть будет гавань. Выбираем проект в городе Гуанчжоу. Город Гуанчжоу у нас золотоносный такой город. Молодец. Что тут золото есть? А серебро есть у них рядом. И железо. Этерная мельница увеличит производство. А, и производительность, да, город? А, Гуанчжоу вообще у нас отличный город. Слушайте. Музей культур увеличит. Вот музей построим. Давай, музей. Выбираем проект в городе Белград. У них есть алмазы. А, дворца Трапа не влияет, что есть. В городе золото нет. Так, что у них? По морским клеткам у них тишина. Никаких ресурсов нету. Маяк тогда нафиг не нужен. Амфитеатр. Амфитеатр. Культуру. Муж культуру забабахать. Да, давайте культуру забабахаем. Амфитеатр построим. Так, рабочие построили. Чего построили? Торговый пост. Часа город. Шанхай, да? Нет. Пекин? Да. Ну, давайте по Пекину так пройдемся. Вот с верхней клеточки, то есть. Торговый пост строите. Так, пулемет Гатлинга. Вставай. Гарнизон. Так, Каравелла. Вставай. Не дежурство. Эти рабочие рядом с городом Тарс облагораживают землю. Хотя здесь два отряда рабочих. Ну, нафиг бы они здесь два нужны. В Дамаске, в принципе, они не нужны. У Медины есть свои рабочие. А, это не Мединские, это Бактеры. А у Бактеры все клетки, в принципе. Куда бы вас послать-то? Ну, ладно, обрабатывайте там, раз есть такая необходимость. Сюда перемещайтесь. Строите торговый пост. Блин, три отряда рабочих рядом с городом Тарс. Ну, ладно, быстрее будет. Торговый пост рекомендуют построить. Да нет, тут вроде луга и неплохо пойдет ферма. Так, наш фрегат уничтожил варваров. Что с тобой делать-то? В принципе, все все участки вокруг этого континента, побережья, вернее, открыты. Так что, ну, возвращайся, наверное. Здесь городок бы забабахать, было бы круто. Да? Рыба, рыба. А, крабы даже. Крабы, рыба. Атол. Три. Три атолла. Блин, даже два города можно. Здесь еще уголь, большое плато, чудо природы, камень, благовоние. Ну, ладно. Может быть, в перспективе. В перспективе. А этот город, да, атолла не дорастет в случае. Ну, может быть, да. Следующий ход, через три хода расширится в эту сторону. Хорошо. Здесь у нас две пищи, одно производство и два золота. Тем временем, следующий ход. Так, кстати, вот этих ребят надо уже развернуть. Нам подарила этот юнит Алмата. Так, ну, то же самое, только ровно дает поменьше. Давай. Спаршивая овцы хоть шерсти клок. Хочу сказать, клоку шерсть. И название этих юнитов Михал Сафари. Это эфиопские юниты. Город Сянь растет. Отлично. Город Сянь, кстати, тоже подвержен буддизму. А, суд уже будет построен через четырнадцать ходов. Ладненько. Дамаск требуется жемчуг. Ну, не дает нам Елизавета жемчуг. Слишком многого она хочет. Так, город Сарды хочет произвести чего. Акведук он сделал. А, город Сарды, город Сарды. Давайте стены сделаем для порядка, так сказать. Город Пасаргады фабрику завершил, увеличил производство. Фабрика увеличит производство на десять процентов. То есть, сорок шесть. Неплохо так. И построим что? Что построим? Замок окружения. Музей. Музей построим. Выбираем проект в городе Тарс. В городе Тарс только что была построена мастерская, увеличили производство. Театр. Вот это нам надо в принципе на перспективу, потому что у нас Октавиан Август не хочет продлевать с нами договор по поставке Цитрусовым. Ну, вернее, хочет, но просит очень дорого, поэтому настроение мы будем увеличивать таким путем. стройтеатр. Так, наши боевые юниты тем временем перемещаются на север границам Аравийского государства. Так, вот, кстати, да, давай, давай. Сейчас будем Аравию фигачить за то, что они в Белград с доимствовали, с доимством занимались. Так, вы прискакали, да? Давайте, на дежурство вставайте. Еще отряд, еще отряд должен встать сюда. Еще бы один отряд кавалеристов для симметрии. Ладно, следующий ход. Ох, какие движники, нравится. так, пулемет Гатлинка прибыл в Чечен-Итсу и стоит гарнизоном. Михал Сафари. Михал Сафари у нас, что у них тут есть? Близость к столице. Грузка на борт, дисциплина, муштрах, ну так, обычный. Так, давайте его, да ладно, пусть идет на передовую. Вернее, будет вот здесь защищать, то есть, если я хочу сейчас такие планы у меня захватить на Джеран, если вдруг Гарун Аль Решит захочет ударить с Мекки, здесь я поставлю вот этих Михал Сафари, заодно посмотрим в бою. Да, кстати, надо как-то продумать об защиту, что-то я все войска стягиваю туда, на Джерану, в принципе, там хватит пушек, да парочку, пару-тройку отрядов пеших юнитов, остальные должны остаться здесь на защите. И в конце концов, не знаю, покончат ли вообще с Аравией. Ну ладно, подумаем, следующий ход. Новый договор о научных исследованиях кто-то подписал, кто-то с кем-то дружит. Мы, к сожалению, всех друзей растеряли, но такие друзья уж. То есть стоило нам отвернуться, как они тут же засадили нам нож в спину путем осуждения. Вот, допустим, Горбуль Рашид осудил меня. За что непонятно. Что в лачуге нищих, что во дворце царей, бледная смерть ломится одной и той же. Гораций. Продолженбургские ворота. Что они дают? Рядом с городом, где было построено чудо, появляется великий полководец. Также все сформированные в городе подразделения получают полторы тысячи опыта. Отлично, у нас появился великий полководец. Ну, должен появиться. Воевали это больше не друзья. Печально. Ну, не друзья, так не друзья. Что ты мне будешь поставлять? А, ты военные юниты поставляла? Ну, и нафиг ты нужна для меня своих военных юнитов. Так, Рим и Аравия заключают договор о научных исследованиях. Ну, да ладно. У нас, кстати, где шпионы? Один у нас ведет контурразведку в Перси-Полисе. Один шпионит за Полинке. Может быть, их отправят в Рим и Аравию? Полинке, вообще-то, тоже перспективная такая. Англия 20, так, Аравия 22. Дайте вот этого перебросим в Аравию. В Мекку. Так, Гуртбактра завершил постройку Аквидока. Будет строить, чего он будет строить? Веру повышать. Библиотека, Каменная Мастерская, Амфитеатр или... А, это культура, Ну, пусть, да, будет храм. Пусть веру повышает Гуртбактра. Выбираем проект в городе Персипольс. Отлично, Брандербургские ворота построены. Давайте построим Лувр, потому что рядом с городом появится два великих художника. И мы также этим действием подружимся с Квебеком и подружимся с Женевой. Ну, Женевый и так наш союзник. Вот. Что тут за задание? Давайте посмотрим. Рагуза наградит державу, открывшую больше всех технологий. На данный момент мы лидируем с четырьмя технологиями. Одиннадцать ходов достаточно долго. Бухарест просят запугать Рагузу. Этого не будет. Так, Флоренция хочет денег, да? Флоренция ты где вообще находишься? Далековато. Что ты даешь культуру, да? В принципе, можно денег им дать. Тем более, что денег у нас так неплохо. Алмата хочет запугать Женеву. Ханой тоже с денежкой. Варвары, где у них варвары там? Так, давайте со Флоренцией покончим. подарки. Нам нужно 30 60 очков, чтобы стать союзником. По нашей схеме делаем. 750 подарим. Вот так вот. У нас дружеский. И вот так вот. Вот у нас союзнический. Даст нам 13 культуры. Отлично. Также даст лошади и уголь и вино. Молодца. И Ханой, да? Где-то наш Ханой. А где там у тебя варвары-то? Где-то здесь может быть. Ну, для варваров у нас есть там два отряда, по-моему. Они, кстати, у нас где? Где-то в море, в общем, они должны приплыть как раз вот сюда. Может быть, об этом в варварском лагере есть речь. Так, что мы сделаем? Гонконг хочет запугать Лиссабон. Виттенберг зороастризм хочет. Ватикан хочет зороастризм. И поверьте, мы не лидируем, к сожалению. Так, ну, на этом давайте закончим очередную серию. Увидимся в следующей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Мне всегда будет приятно. Всем желаю всего доброго. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok